Всем привет! Сегодня я постараюсь вам помочь с проблемой, такой как о боже, мне предстоит какое-то важное мероприятие, а у меня выскочил прыщик на пол лица или даже если не на пол лица, там какой-то небольшой, но в то же время его видно он красный, он валючий, он неприятный, в общем-то максимально я собрала все советы в одно чтобы помочь вам как можно лучше выглядеть в тот день, когда собственно вам нужно хорошо выглядеть но ваша кожа не позволяет вам так выглядеть и сегодня я с вами не буду говорить о макияже, о том как это все замаскировать потому что в принципе ничего сложного в этом нет, если вы будете следовать правилам, о которых я сейчас буду говорить первое правило, старайтесь как можно меньше трогать его руками дело в том, что на руках у нас всегда есть пот, практически всегда есть жир и чем больше вы трогаете ваше лицо, чем больше вы трогаете эту зону тем больше она становится какой-то грязной, там размножаются бактерии и это еще более усугубляет вообще состояние вашего прыщика и более того, вы можете занести инфекцию в какую-то соседнюю пору и еще больше это все начнет там размножаться и плодиться и в общем-то ничего хорошего вы таким образом не добьетесь правило номер два, и это очень важное правило, старайтесь его не давить потому что если вы его расковыряете, то ничего хорошего вообще в принципе после этого не произойдет во-первых, статистика гласит о том, что прыщики заживают быстрее, если их не трогать если же вы все-таки его расковыряли, то процент того, что вы занесете туда дополнительную инфекцию очень стремительно приближается к ста я знаю, что ручки очень сильно чешутся туда побыстрее залезть и избавиться от этой гадости но тем не менее, лично даже на своем опыте я могу сказать, что если я расковыряю прыщик то он потом еще больше опухает, становится еще более красным, начинает сочиться и в общем-то, вы сами знаете, о чем я говорю, в принципе, даже объяснять не нужно и почему это важно, особенно важно не трогать прыщик, если вы собираетесь делать какой-то макияж в этот день, на следующий день, и тем более, если вы идете к визажисту пожалуйста, если вы идете к визажисту, запомните это на всю жизнь если у вас есть какие-то прыщики на лице, лучше их не трогайте я слышала от очень многих девушек, что когда они идут к визажисту им кажется, что визажисту неприятно будет видеть это все на лице что у вас есть там прыщики какие-то активные и они сразу подсознательно думают о том, что надо их побыстрее выдавить все для того, чтобы визажисту как бы было немножко более приятно работать с лицом но на самом деле это абсолютно неправда потому что визажист работает с абсолютно разными типами лица и сильно каких-то там привередливых людей не должно быть в принципе потому что с идеальной кожей, ну может быть, один там человек за год придет к визажисту все остальные имеют какие-то проблемы и если визажист будет говорить, фу, я с этим работать не буду то это как бы сугубо его проблемы но на самом деле, почему важно не трогать прыщик? когда он как бы есть на вашем лице, но в то же время он не расковыренный если можно так вырезаться, то его намного проще замазать консилером когда прыщик уже, в общем-то, был выдавлен, в самом худшем варианте он начинает сочиться и когда вот эта рана уже, скажем так, которая у вас есть на лице сочится ни один консилер ничего не будет его брать можно будет накладывать там, я не знаю, тонны просто слоем за слоем, за слоем, за слоем это все закрепляет пудрой, но это все будет течь и потом, когда этот прыщик заживет и покроется корочкой вместе с вашим макияжем в процессе того, как он будет заживать и вы будете носить макияж это выглядит просто ужасно, потому что он засыхает, он становится таким вот большим бугром и, в общем-то, да, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню и, например, даже если он зажил и даже если есть просто корочка какая-то, которая осталась как следствие этого прыщика опять-таки ее трудно замаскировать, потому что она имеет более темный пигмент, во-первых а во-вторых, это чешуйки какие-то, которые тоже будут создавать неровность текстуры на вашем лице поэтому, если вы идете к визажисту, лучше не трогайте вот серьезно, визажист делает очень красиво и у вас потом будет лицо выглядеть намного лучше а если вы это все расковыряете, то потом вам поможет только фотошоп визажист вам в этом уже никак не поможет и последнее, о чем я хочу поговорить на эту тему это попытаться как-то все-таки его утихомирить и сделать так, чтобы он максимально-максимально сильно себя не проявил я с проблемой прыщиков уже борюсь, я не знаю сколько лет, наверное, уже с десяток точно а может даже и больше много, в принципе, средств я перепробовала и для себя я поняла, что существует всего лишь два ингредиента которые способны действительно помочь с высыпаниями первая это салициловая кислота, которая работает, в принципе, не на всех второй вариант это более эффективный, в принципе, вот как я по своему опыту сужу и по тоже отзывам в интернете я сужу, что это более эффективный препарат более эффективный ингредиент это бензилкероксид в общем-то, если в вашем средстве, которое вы используете, есть либо одно, либо другое в каком-то максимально концентрированном соотношении то, скорее всего, это будет какое-то средство, которое будет называться точечный аппликатор, избавить от прыщика за два часа и так далее и тому подобное не знаю, в принципе, какое будет работать конкретно на вас я вам покажу сегодня то средство, которое очень даже неплохо работает на мне это средство вот такое вот и оно меня довольно сильно удивило а, кстати, это Faberlic аппликатор антиакне, быстрое действие это средство меня довольно сильно удивило, потому что, когда я его заказывала я не ждала ничего сверхъестественного от этого средства но решила, что нужно попробовать и, тем не менее, оно действительно работает это средство, конечно, нельзя нанести на протяжении дня потом нанести косметику и пойти с ним там куда-то на работу нет, так не получится, потому что оно имеет очень ярко выраженный такой белый цвет который, вот если вы намажете точечно, то вы просто будете в белую точечку такую поэтому это средство сугубо на ночь, но в то же время оно работает что я рекомендую делать перед тем, как вы это будете наносить вечером выполните весь ритуал на лице, который вы обычно делаете но в то же время старайтесь вот какие-то кремы, какие-то, возможно, там, я не знаю, сыворотки у вас в вашем обычном ритуале старайтесь не наносить их все-таки на ту зону, которая у вас проблемна если мы говорим про какой-то один рог, который у вас там где-то вырос старайтесь на него вот ничего лишнего не наносить потому что любые кремы, опять-таки, это руки, это кремы, он может как-то на них отреагировать не так в общем-то все может пойти еще хуже я советую нанести на все лицо, которое у вас в нормальном состоянии, ваш обычный уход можно использовать какую-то маску очищающую тоже на лице, это никак вам, я думаю, не повредит и потом наносите вот это, либо любое другое какое-то средство, которое имеет в себе высокую концентрацию салициловой кислоты или бензоин пероксида и обязательно такие средства, вот они идут с какими-то либо шпателями вот такими либо они с какими-то аппликаторами ни в коем случае не берите и этим аппликатором и наносите себе ничего на прыщик потому что как только вы положите назад аппликатор в баночку, все эти бактерии будут у вас там и рано или поздно они там все размножатся и вы будете их постоянно вот так вот на себе на лицо намазывать что я рекомендую делать, вы достаете аппликатор, наносите немножко на руку и потом чистым пальчиком или там ватной палочкой, чем вам в принципе удобнее, наносите это на прыщик целую ночь вы потом в принципе с этим спите, наутро смываете можете также использовать какую-то маску повторно очищающую, подсушивающую и также есть еще вариант, это приложить небольшую ватную палочку или какой-то ватный диск и смочить это все визином то есть средство, которое делает глаза более яркими, убирает красноту если краснота у вас есть, вы можете приложить ватный диск или ватную палочку с визином или с каким-то аналогичным средством для глаз подержать минут там 10 и это очень хорошо убирает красноту от прыщика в общем-то да, вот такие вот ненавязчивые советы в принципе ничего сложного но надо конечно себя переучивать и стараться как можно меньше вот этим вот заниматься у себя на лице тогда в принципе и макияжем скрыть намного проще эти все проблемы и заживать оно будет тоже намного лучше и шрам еще у вас не оставит или пигментные пятна по стакне в общем-то на этом буду заканчивать надеюсь видео было для вас полезным обязательно поделитесь внизу какими-то средствами, которые вам помогают очень быстро избавиться от прыщиков потому что мое мнение здесь не единственное если у вас есть какие-то хорошие советы, всем будет интересно их почитать поставьте мне лайк, если вам понравилось это видео и до встречи в новых моих видео, пока!